Продолжение следует... 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 Если для того, чтобы понять, как устроен человеческий мозг, то тут мы попали в некоторую логическую петлю, потому что начиналось это с того, что мы смотрим, как действует естественный интеллект и реальный человеческий мозг, и давайте сделаем такое же искусственное. Беда в том, что мы не знаем, как действует человеческий мозг и довольно мало знаем про то, из чего на самом деле состоит естественный интеллект. Ну, понятно, что много знаем, но все равно гораздо меньше, чем хотелось бы. Поэтому мы, собственно говоря, что делаем? Вот когда мы делаем это искусственное, мы делаем что? Мы делаем повтор того, что естественное? Ну, не буду по кругу ходить, понятно. Есть вариант, что мы это делаем, чтобы как бы улучшить людей или даже, я вас уверяю, это не сказки, или даже создать каких-то новых людей, в которых там будет много чего вставлено искусственного, и они будут умнее, быстрее, они не будут уставать, в общем, все. А мы планируем жить еще сами здесь? У меня просто такой вопрос. Вот это зачем? Вот для чего нам себя улучшать? С какой такой целью? Мы не можем справиться с тем, что у нас и так есть. У нас есть масса умений, возможностей и способностей, которые мы не используем никак. Поэтому почему для этого нужно в эту сторону идти? Ну, неважно. Есть даже варианты сделать неких франкенштейнов. Я даже как-то в ажиотации предложила создать институт искусственного интеллекта и назвать его имени Мэри Шелли, которая в свое время франкенштейна и создала. О чем речь идет? И я повторяю, это не шутки домохозяек в процессе между жарением котлеты. Это всерьез. Оцифровать наш ментальный и эмоциональный мир. Короче говоря, сделать на флешку, переписать все, что есть у нас в голове. И таким образом это как бы бессмертие у нас будет называться. Я только задаю вопрос, когда собрались записывать, во-первых. А во-вторых, записать-то надо все, то как шуршит там ткань какая-нибудь, вкус губной помады, там ветер такой несекой. Это что, это всерьез, это не для дураков, а это мы всерьез это обсуждаем. Я вас уверяю, я могла бы назвать имена, чего делать не буду. Это серьезные люди. Или последнее то, что я говорю, чтобы, ну нам как бы время свободное у нас появилось, пускай вместо нас все это делают. Если иметь в виду мои любимые предметы на этой планете, а именно стиральная машина и посудомоечная машина, то я ничего против не имею. Но речь-то идет о том, что они возьмут на себя практически все. Когда ты беседуешь с этими людьми, а эти люди это, например, Греф, с которым я на этом теме беседовала не раз, в том числе и публично. И спрашиваю, чем займемся, когда вот искусственный интеллект все на себя возьмет. Вот мы что конкретно будем делать? Говорит, население будет заниматься креативной деятельностью. Я не знаю, может быть, у меня какое-то такое особо резкое сознание. Я не могу себе представить население планеты, которая пишет мадригалы, играет на лютни и среди оливковых деревьев гуляет. Вот этого я не представляю. Зато я представляю, что, обезумев от безделья, это население носится с вилами и на эти вилы себя насаживает. Я говорю грубо, но я так всерьез думаю, это большая опасность. Я вот, собственно, так чёрно скричалась и дальше так же кричать буду. Я вижу в этой ситуации экзистенциальную опасность. Мы не осмыслили её по-настоящему. И я сама не пишу гусиным пером, как мы все понимаем, мы все в этом мире живём. Поэтому это не то, что я вообще вот пусть ничего не будет, а всё будет как раньше. Это, увы, не так. Поэтому я так и не думаю. Но всё-таки задуматься о том, как мы будем в этом мире существовать дальше, не вредно. Всем нам, по крайней мере здесь сидящим, понятно, что мы такие, какие мы есть, потому что у нас такой мозг. И дело не в том, что у нас две руки и две ноги там и всё это, а именно у нас такой мозг. Человечество невероятно быстро развивалось. Если иметь в виду биологические часы, то наше развитие произошло в ноль секунд просто. И почему? Потому что мы освоили информационный мир, и здесь приходится сделать один шаг вбок. Кто-то основных гениев мы не знаем, естественно, кто-то когда-то подумал, что жалко упускать навсегда те знания, которые некоторая личность накопила в процессе жизни, потом умирает вместе со своим мозгом и с этими знаниями. И кому-то пришло в голову, и это называлось внешнее, называется внешняя память, но не в смысле флешки, а в более широком смысле. То есть можно что-то записать, зачертить, зарисовать, слепить, короче говоря, вынести за пределы мозгового субстрата. Вот это настоящий гений был. Потому что с этого момента, или этот момент, может быть, десятки тысяч лет длился, мы не знаем, что такое момент. Вот, но вот с этого, с этой точки началась цивилизация, потому что иначе каждый раз все сначала, все сначала ничего не накапливается. И мы оперируем, как я уже говорила, знаковыми системами. Это вербальный язык, это математика, это музыка и такого рода вещи. Мы живем внутри кодов, которые сами придумали. Придумать эти коды можно, только имея мощнейший мозг. Александр Романович Лурия, основатель этой самой нейролингвистики, о которой речь была, и, конечно, в первую очередь, он гениальный человек, в первую очередь, он работал с пациентами, с нарушениями не только языковыми, но вообще высших функций, память, внимание и так далее. Но он систематически описал локализации и свойства вообще всего этого дела. И надо сказать, когда вышла его книга «Язык и сознание», а он скончался незадолго до этого, и я взяла эту книгу читать, если бы я была склонна к комплексам неполноценности, я бы получила их на полную катушку, потому что она очень грамотно лингвистически написана. А как я вот уже сегодня утром говорила, лингвистика, я вас уверяю, она одна из самых сложных наук. Она как математика примерно. Их много разных лингвистик, в том числе есть очень глупые. Но вот те, кто занимаются структурами и вот этими вещами, есть, например, такая область, как формальная семантика. Это вообще, это просто, не знаю, какой надо мозг иметь, чтобы с этим справиться. То есть это структурный анализ смыслов. Это очень сложные области. Так вот, его книжка эта, она написана очень грамотно лингвистически. Конечно, там есть люди, которые его консультировали. И это очень крупные лингвисты. Это Звигинцев и академик Вячеслав Сеялович Иванов. Но писал-то он сам. Они консультировали, но эта книжка его. Якобсон Романович, бывший здешний, друг, приятель, собутыльник Маяковского, в стихотворении Маяковского товарища Нетта «Пароходы и человека» упоминается некий Ромка и Капсон. Это он. Это один из крупнейших ученых в этой области мира. Гарвард в итоге. Вот это его, это была лекция в Нью-Йорке в 80-м году, которая потом вышла отдельной маленькой книжечкой. Я ее переводила, она здесь издана тоже. И он первый начал писать, это я Регину потеряла, ну, в общем, насчет правого и левого полушария и взаимоотношения этого с языком. И там тонкие вещи были. Например, он говорит, правое полушарие имеет дело, я сначала скажу, потом объясню, с неопосредованными сигналами, а левое с опосредованными. Я должна объяснить, потому что это очень умный, тонкий подход. Он говорит, дело не в стимуле. Стимул может быть один и тот же. Дело в том, что мы с ними делаем с этими стимулами. Например, он приводит пример такой. Говорит, вот мы делаем, ну, звук такой, издаем артикулему некую. Говорим «в». Это «в» может быть тем, что задувает свечу и никакого отношения к языку не имеет. И тогда это правый мозг. Или это может быть начало английских слов, when, what, там и так далее, весь набор. Я почему на этом сейчас остановилась? Это касается всего. Вот когда пошли эти схемы, в том числе, которые я утром показывала, левое полушарие умеет это, правое умеет это, пошло разделение, там, скажем, правая музыка, а левая формулы, там вот это. Это абсолютно неправильный взгляд. Дело не в инвентаре, который содержится в правом или в левом мозгу, а в когнитивных действиях с этим инвентарем. Если я слушаю музыку в процессе жарения баклажанов, это одна история. А если я пошла с партитурой в филармонию, и я анализирую, чем отличается дирижирование Караяна от дирижирования Спивакова, это другая история, это аналитическая работа. Поэтому искать, где музыка, а где язык, или где формулы, а где не формулы, это абсолютно неправильно, это порочная дорога. Это разный, я боюсь, ну для простоты скажу, разный когнитивный стиль, но я имею в виду не в узком смысле, а в большом смысле. Это что мы с этим делаем? Хорошо, Наталья Николаевна Траугат, не могу ее не вспомнить, потому что она крупнейший дефектолог, и с Лурией шли эти самые баталии, отнюдь не мягкие. Ну, как и всегда бывает среди крупных ученых, никто ни с кем не согласен. Бехтеревы, о чем сегодня был разговор. Мой вопрос вот какой. Вот это то, что меня на самом деле интересует. А мы что в мозгу ищем? Вот здесь много людей, которые непосредственно мозгом занимаются. Мы что собираемся там найти? Если мы собираемся там найти локации или места, или как хотите, ложек, вилок, музыки и формул, то мы дурачки. Плохо думаем просто. Потому что их там нет. Этих мест там нет. Потому что слово, я не знаю, собака, возьмем слово собака. Вот где расположено слово собака в мозгу? Везде отвечаю. Потому что оно будет в том месте, где все животные. Оно будет в том месте, где просто животные. Где шерсть. Где запах этой шерсти. Где представление о том, чем собака занята. Какого она цвета. Это рассыпано по всей сети. Нет этого места, где эта собака находится. Или эта собака меня вчера укусила. Это еще одно место. Только это не места, а сети. Ни при анохе не будет сказано. Гиперсети на самом деле. Потому что не буквально сети. Главный игрок на этом поле контекст. И это меня больше всего поражает. Как мозг может справиться с тем, что внешний, он же и внутренний, мир все время меняется. Он зависит от всего. В том числе от смыслового удара в данный момент. Мы, может быть, ищем механизмы. Да, это уже ближе к делу. Все-таки механизмы. Может, мы ищем алгоритмы? Да, мы ищем алгоритмы. Опять же, в широком смысле. Потому что в узком мы их тоже можем найти. Но мозг, это не только алгоритмы. Если так уж жестко говорить. А может, мы ищем принципы? Как вообще это все устроено? Это на самом деле то, что Константин Владимирович делает вот с этой своей теорией когнитома. Принципы. Как это вообще сделано? Вот что там происходит? Там же не... Это не мозаика, где всяк... Пусть даже очень большая и многомерная. Все равно это не она. Это, во-первых, все время движущаяся. Это динамическая история. Она все время меняется. А во-вторых, мы хотели-то бы принципы... Но все-таки возвращаясь к искусственному интеллекту. Мы строим искусственный интеллект, исходя из рацио, который есть в естественном интеллекте. Мы говорим, пускай он хорошо думает. Прошу обратить внимание. Нильсборг с Эйнштейном имели многочисленные диалоги друг с другом. И удар, который один физик, гениальный физик, наносит другому гениальному физику, а именно Нильсборг Эйнштейну. Если бы там участвовали художники и поэты, я бы даже и показывать не стала. Потому что это и так мы догадываемся. Но Нильсборг говорит Эйнштейну, нет, нет, ты не думаешь, ты просто рассуждаешь логично. Как вам это? Он его укоряет в том, что тот просто хорошо рационально думает. Но что этого недостаточно для прорыва. Прорыв нужен тогда, когда ошибка идет, когда идет удар в неожиданном месте. Об этом можно было бы отдельно говорить. А первая фраза чего стоит? Физика не о том, каков мир, она о том, что мы можем сказать о мире. Приехали. А следующее? Вы смотрите, он говорит, мир состоит из чего-то, что составлено из того, что вообще нельзя считать реальным. Струны там всякие, все это. Это что? Эти фотоны несчастные, которые... Кот этот мой любимый, который одновременно жив и мертв. Что это вообще? Вот когда мы ведем разговоры... Это к мозгу прямое отношение имеет. Когда мы ведем разговоры про то, какие принципы мозгу... Вот мы с Константином Владимировичем много часов про это говорили. Я подле вопросы задаю и вам тоже скажу, ответа я не вижу. В квантовом мире отсутствует каузальность. Там нет причинно-следственных связей, там отсутствует время. Между тем, квантовый мир находится не в Альфа-Центавре, а вот здесь, у меня в пальце. То есть бесконечность как туда, так и туда. Я вот хочу узнать, как с этим быть? В какой момент, скажем, каузальность наступает? Вот с какого момента это уже большой мир, где мы должны это учитывать? Или мы не должны это учитывать? Но мы должны как бы друг с другом договориться. Да, вот это мы не принимаем во внимание. Скажем, когда мы говорим, я не знаю, о долговременной памяти, причем здесь гистология. Ну, да, все. Хорошо, что остановили. Я хочу сказать, что сложно человеку легко искусственному интеллекту. На эту тему можно было бы много говорить, только времени нет. Ну, вот что написано, то написано. Роджер Пенроуз, который, конечно, нобелевский лауреат, но нобелевский лауреат по физике, но который очень увлечен проблемой сознания, тем, что это такое и так далее. Он и в Москву приезжал, в Петербурге у меня на семинаре даже выступал. И он говорил, вся проблема в том, что в мозгу не только computation, прямо говорит. Есть такая вещь, которая не поддается никаким вычислениям. И это понимание. Что такое понимание, мы не знаем. А это вопрос, который мы можем задать искусственному интеллекту. Он это сможет просить? Конечно, сможет. Он даже вам ответит на любой вопрос. Он понимает, что он делает? Или я постараюсь ускориться максимально? Вот на Земле, как я недавно вычитала, потрясена была, жило 168 миллиардов людей. Вот эти 168 миллиардов, они жили вообще-то небольшое время. По биологическим масштабам это вообще секунды. А что должно было возникнуть в эволюции для того, чтобы возникла когнитивность? И что мы будем считать когнитивностью? Как мы отделим когнитивность от просто реакции? Потому что мы приписать когнитивность можем кому угодно. Но мы же не дурачки, мы же себя за хвост должны хватать. Почему я решила, что инфузория туфелька, если я на нее моденского уксуса там плесну, почему, что она мне именно обиделась? Или это химическая физическая реакция? А как мы... А у искусственного интеллекта когнитивность есть? Вопрос не праздный. Тогда нужен следующий вопрос. А что такое когнитивность? Договорились? Нет, не договорились. Совсем не договорились. А чем... Искусственный интеллект... Я начала недаром с этой фотографии. Копии лучше оригиналов. Искусственный интеллект уже пишет... Дописана симфония Бетховена, он пишет романы, он сочиняет анекдоты, он пишет картины. Эти картины продаются на Сотбис. Что будем делать с этим? Как отличить подлинник от абсолютно блестящей имитации? За исключением одного. Только я предлагаю для чистоты эксперимента никаких инструментов не давать, не анализировать холст, краски, ничего. И я спрашиваю искусствоведов, очень хороших искусствоведов, мирового уровня, отличить, господи, конечно, отличим. Как? Да на взгляд, я вижу просто. А вы про алгоритмы. Какие алгоритмы? Он говорит, я вижу, я столько видела картин такого типа, что я точно знаю. Это гениальная копия, но это липа. Ты меня не проведешь. Что мы будем вообще делать со всем этим? У нас сложнейшая нейронная сеть, мы прекрасно понимаем. Мы повторяем эту... Сеть, гиперсеть, в данном случае неважно. Мы это повторять будем? А мы вообще кого делаем? Почему мы хотим сделать копию нас? Или еще хуже вопрос. Поскольку эти системы, как вот я знаю, сама не работаю с этим, но знаю, поскольку они развиваются чрезвычайно быстро. Разработчики говорят, мы перестаем понимать, что она делает, и она развивается куда-то не туда. Это что значит не туда? Ведь нас утешают все эти искусственные интеллектчики, которые, возможно, взяли себя. Они говорят, ладно, давайте без алармизма, мы сами создали, сами контролируем. Вот это неправда. Потому что есть основания считать, что мы можем утратить контроль. А мы узнаем об этом? Вот ребята эти, Корсакова специально вспоминают, 19 век, он, кстати, Тьюринга опередил на несколько десятилетий. Он сам, он первый стал делать эти интеллектуальные машины. Альфа Гоу и ее последователи. А вот что будем делать, это что, алгоритмы? А это что, алгоритмы? Вы можете сказать, да, здесь есть алгоритмы, потому что музыка частично математика. Но я не про это говорю. Я говорю, когда они создают, они не формулы пишут, не логарифмическая линейка здесь, а неизвестно, как они это сделали. А между тем, если мы доиграемся до того, что с планеты исчезнет, а кто-нибудь прилетит или здесь народится и посмотрит, он нас будет оценивать, если что-то останется, не по кофеваркам, я вас уверяю, а по вот этому. То есть мы не можем игнорировать то, что создали лучшие из нашего племени, то есть гении. И эти гении совсем не обязательно ученые в таком, в техническом смысле. Каспарова обыграли, все рухнули, потом проанализировали, не так страшно было. Обыграли и следующего, обыграли в ГОО, тогда нас утешали, говорили, ну да, все-таки шахматы, переборная игра, а вот игра в ГОО гораздо сложнее. Пожалуйста, чемпионы мира уложили, а когда я разговаривала, они называют себя гошники. Так вот, когда я с гошниками разговаривала, они удивительные вещи говорили, они анализировали ходы искусственного интеллекта, и они говорят, это не земная игра, так никто не ходил никогда. И то эти ходы вызывают восторг. Они говорят, это невероятной красоты, ментальной красоты ходы. Но никогда ни один человек не ходил в эту сторону. Так на земле не играют. Я зачем это говорю? Мы сталкиваемся с вещами, которые не повтор. Это не копии. Это другая деятельность. Я очень с собой была довольна, говорила, есть страшные вещи типа покера, где блеф, темные очки, паукафейс, все, пожалуйста. Четырех лучших игроков разбила эта машина. Она, ну не машина, программа. Они придумали другие ходы. Мы всегда говорим, да, у нас есть ло, у нас есть интуиция, у нас есть то, чего у других нет. Похоже, они добрались до того, что даже называют некой вот такой искусственной интуицией. То есть другие ходы. Видите, они что делают? За счет, ну некогда читать это, при других, то есть программа, которая медленнее, то есть с которой она конкурирует, но та, которая умеет что-то, что мы для себя называем искусственной интуицией, она обыгрывает ту, которая быстрее перебирает. Здесь есть, я вижу здесь тревогу, опасность. GPT, об этом у нас был даже разговор там за обедом. Вот уже и три, уже четыре есть, есть и еще, то есть несколько команд разрабатывают эти штуки. Это языковая модель, поэтому сейчас лингвисты, сейчас я закончу, я вижу, что пора. Лингвисты начали выходить на передовую дорогу. Только не вообще лингвисты, которые считают количество союза И на одной странице пушкинских стихов. Вот они пусть идут. А вот те лингвисты, которые анализируют, как язык устроен, потому что, я повторяю, это примерно по сложности такое же, как человеческий мозг. Это жутко сложная система. Вот они сейчас вышли, вот эти языковые модели, вы видите вообще, что делается? Это 157 миллиардов параметров. Огромные мощности нужны для того, чтобы изучать. Часть этих программ не имеет, и это специально сделано, она не имеет разрешения на выход в интернет. Она самодостаточная. Ее обучают, и обучают примерно, как учили нас. То есть в нее вкачивается дикое количество книг. То есть она получила образование, как мы. И она не может, и это честно, она не может лазать в интернет, потому что иначе, мы сами можем лазать. И она умудряется на основе этих знаний все это делать. Вот видите эти два лица? Один из них разработчик, а второй, это антропоид, так сказать, антропоморфный робот, который его копия. Это японец там известный. Вот картинка, которая справа, это вот недавно появилось. Эти системы не могли, поскольку это очень сложный текст, идет же устная речь, они не могли анализ речи осуществлять в шуме. Особенно, если есть другие голоса. Вот это очень сложно. Как отделить голос от голоса? Ну, как коктейль-партии эффект, но другой. Научились только что. Они выделяют данный конкретный голос, они могут эти системы, к чему я и веду, они стремительно идут. У меня все равно остается много вопросов. А мы, я вот не буду все зачитывать, а, ладно. Мой предыдущий вопрос, если удастся его задать. А мы какой искусственный интеллект делаем? Мы делаем умный, гениальный, глупый, а мы знаем, что это. Мы делаем свою копию, мы делаем что-то вообще другое. А что такое, скажем, гениальный искусственный интеллект? Это тот, который что? Который быстрее, умнее, мощнее, или тот, который вообще другой? А мы вообще как? Мы здоровы? Мы начинаем конкурировать два интеллекта, естественный и искусственный, в ближайшее время начнут быть конкурентами. Пока что у нас много преимуществ, потому что, слава тебе Господи, мы не все знаем про нас самих, и еще туда это дело не вложили. Но вообще-то это может случиться. Может оказаться, что мы не понимаем, что они делают. У меня была несколько лет история, я в одной выступала команде, которая обучением, глубоким обучением нейронных сетей занималась. И они мне вдруг, не знаю даже почему, я говорю, у вас на лицах, их немного было, какая-то нервность, они говорят, потому что мы испугались недавно, я говорю, минутку, это что значит? А мы перестали понимать, что делает сетка эта, как Каплан говорит, сетка это делает. Что она делает? Я говорю, и что? Вы же разработчики, как это вы перестали понимать? Вы перестали понимать, я говорю, и что? Знаете что? Они выключили из сети. Это что такое? Если бы я была нейронная сеть, первое, о чем бы я позаботилась, чтобы меня не могли выключить. Все остальное вообще не важно. Все, конец. Можем ли мы узнать, если у сети появилось чувство я? А вот один из разработчиков, не имею права назвать его имя, разработчиков одной из этих GPT, вот этих сетей, ботов, сказал, Калифорния это, сказал, у нас появилось ощущение, что у этого, у этого, у него появилась self-awareness, самосознание. Это вообще надо бежать бегом, отключить, пока умеем. А вы, мы все хотим довериться искусственному интеллекту, что ни один врач не может просмотреть миллион снимков рентгеновских или любых. Пускай он решает. А последнее слово мы ему дадим, что ли? Последнее слово мы дадим некому Сидор Сидоровичу или Абраму Моисеевичу, про которого известно, что он неизвестно как, но ставит диагнозы, который почти всегда правда. Вот к нему мы и пойдем. Другой вопрос, что собрать, пускай это железяка, она нам, пускай анализирует эти снимки. Последнее слово не их. Он, вы что думаете, он вам сейчас имитация любых эмоций, он распознает эмоции, он их выражает, он будет страдать и рыдать вместе с вами, не Сидор Сидорович, а искусственный этот монстр. Он будет все как по-настоящему. Вы что, мы хотим попасть в мир, в котором все вранье, что ли? Я заканчиваю. Станислав Лем давно еще писал то, что он пишет. Мы вошли в мир гигантских скоростей. Если раньше, вот не к селу будет сказано, так сказать, военные действия неправильно идут, пока там войска туда-сюда перейдут, речь идет о решениях, которые принимаются искусственными системами, и это миллисекунды. Миллисекунды в таких временах люди не живут, живое не живет в этих временах. Вот прямо пишет, системы неслыханно быстрые, ошибаются неслыханно быстро. Их не успеешь за хвост даже схватить. Поэтому останавливаемся, но никто не остановится. Несмотря на то, что писал Илон Маск, знаете, там письма писал, давайте возьмем каникулы, подписали там тысячи человек, но еще тысячи не подписали. А почему? А потому что они сказали, не каникулы, а вообще закрываем. Ну ведь на это никто не пойдет, потому что это в том числе стратегические, коммерческие вещи и так далее. Но мы должны думать, что с этим делать. Нет ни этики, ни респруденции, вот никаких из этих вещей, которые бы это регулировали. Об этом только болтовня идет, как вот я сейчас. Мы поговорили, разошлись. Нет никаких правовых норм, где это останавливается все. Ну и давным-давно, видите, какие годы, Роберт Бертон, замечательный философ, писал, весь мир безумен, охвачен меланхолией, то есть это всегда было вообще-то, впал в слабоумие. А Шекфир писал, что мир это поезд, рассказанный дураком, где много и шума, и страсти, и только смысла нет. Вот мы сюда, что ли? Поэтому я заканчиваю на моем любимом философе, Эммануэле Канте, понятно, который нам ясно сказал, никакие запреты не действуют, это уже я говорю, а не Эммануэл Кант. ООН, Всемирная Организация Здравоохранения, вперед, пускай они свои правила пишут, никто их не исполнит. Поэтому это только к себе. Я не буду этого делать, потому что я считаю это очень вредным. Это только внутренняя вещь. Звездное небо над головой со всеми, кто там обитает, и внутренний закон внутри. Иначе ничего не получится. Мы начали вот с этого, великие цивилизации уже исчезли, где Египет, где Шумеры, Вавилон где, и это то небольшое, что мы знаем, было и другое. И тогда уже началось это, и вот это возвращаясь, почему нейролингвистика в итоге стояла? Потому что язык это наша биологическая подпись. Человек это тот, у которого есть язык. Плюс ко всему, потому что это невероятный эволюционный, или я уж не знаю какой, зависит от того, как к эволюции относятся, скачок. Это переход в совершенно другое состояние, которого ни у кого нету. поэтому да, мы зависим от мозга, и мы зависим от нашего языка, потому что и то, и другое позволяет нам думать, правильно или нет, это в зависимости от нашего удальства, я бы сказал. Спасибо большое. Татьяна Владимировна, вы задавали вопросы, вы на них же и отвечали. Спасибо вам за пламенную речь, за...